Декабрь месяц – один из самых интересных месяцев в году, в течение которого происходит не только открытие многочисленных адвент-календарей, но и запускаются совершенно разнообразные коллаборации и запуски, приуроченные к этому прекрасному волшебному празднику. Запасайтесь кофе и разными вкусняшками, заваривайте любимый чай, так как сегодня полет за златогривым грифоном обещает у нас быть долгим. По мере своего повествования я буду иногда уходить в некие офф-топы касательно свечей, касательно кистей, поэтому все тайм-коды будут указаны в описании, и если вам не нужна эта информация, а нужны только макияжи и нанесение теней, то милости прошу, кликайте и переходите. Меня зовут Саша, и полетели. Златогривый царственный грифон вашему вниманию, дамы и господа. И прежде чем я начну нанесение первого макияжа в этом ролике, заведомо оговорюсь, что я уже делала с этой палеткой два макияжа, один из которых это был макияж двумя розчерками, которые я делала просто выбегая из квартиры, и мне нужно было на макияж затратить буквально, наверное, минут шесть, и я сделала себе такой, так сказать, челлендж. Я, как правило, такие дела не делаю, но здесь я решила попробовать, и я воспользовалась преимущественно нижним рядом из этой палетки, и постаралась на себе создать легкий нюд в три взмаха, чтобы проверить, как вот в полевых условиях, в быту палетка может, в принципе, работать. И спешу сказать, что это далеко не самая легкая палетка для работы на бегу, на лету, когда нужно выскакивать из квартиры, и при этом нужно иметь какой-то прям супер-супер опрятный макияж. Все-таки в этих моментах для меня больше лидируют палетки Джеффри Стара, ну, по крайней мере, вот нюдовая, которая Стар Ранч, или же Карли Байбл, или Modern Renaissance, вот для меня это те палетки, которые, пожалуй, самые легкие в тушевке, и с которыми за одно и то же время можно создать, ну, максимально хороший макияж без таких прям критичных огрехов. В то время как с Грифоном все же огрехи некие были, по крайней мере, вот сейчас даже вы можете на экране видеть этот макияж, который я тогда делала. Я им не особо довольна осталась, но как эксперимент я считаю, что, в принципе, на четверочку с минусом он прошел у меня. Для нее нужно немножко больше времени для того, чтобы получить более опрятный итоговый результат, поэтому для себя я поняла, что, ну, это, наверное, не тот вариант как а-ля Газель, но все равно имеет право на жизнь, конечно же, потому что здесь довольно много интересных оттенков. Вот, по крайней мере, нижний ряд меня очень сильно впечатлил. Что касается вторых проб. Вот вторые пробы вы сейчас на экране видите. Это я попыталась воссоздать что-то похожее, как был первый макияж, первые пробы на камеру, но, к сожалению, моя камера не записала этот макияж, поэтому мне пришлось просто вот подсъемки такие сделать, чтобы как пример можно было уже показать в этом видеоролике, что я уже тут делала, какие пробы у меня были. Можно заметить, что на подвижном веке я смешала два оттенка из нижнего ряда. Это хвостунья и птица-львица. И во внутреннем углу глаза я решила использовать оттенок мой колки-шиповник из пресса. У меня есть в россыпи шиповник, и он все же в россыпи лучше, более искристый, чем в прессе. Тот же самый шиповник. В прессе шиповник более монолитный, но, мне кажется, по цвету, именно по гармонии цвета, очень прикольно сюда вписался. И сегодня я, наверное, даже не знаю. Вот мне хочется тоже замешать чего-нибудь сюда, в одну когорту в едином. Посмотрим, что я с этим совсем сделаю. Я еще даже не знаю, что я сейчас делать буду, но самое главное это то, что я хочу затонировать веки при помощи базы NYX HD и загрунтовать эти самые веки при помощи сатиновой пудры, которую я давным-давно использую у себя в роликах и постоянно люблю ее включать в любые свои макияжи, повседневные и не только. Она помогает мне создавать более плавный переход, ну, по крайней мере, сглаживая некоторые нюансы. И также некоторые оттенки на ней не залипают, наоборот, лучше тушуются. К таким оттенкам, кстати, из этого ролика я могу отнести пресс коричневого матового из палетки, потому что он лучше все-таки работает как раз, да, вот на такой вот базе это использовать. Из последней моей распаковки огроменная кистища, которая называется Miobrush Moscow S6, которую я не использую для подвижки, хотя вот у кого какое нависание, у кого какое распахнутое веко, в принципе, вот, размер огромный. Если набивать на подвижку тот же самый оттенок сияющий, то это получится очень большая площадь нанесения, не для моих, это глаз все же. Но, как очень удобный срез на конце, она прекрасно подходит для подчищения тушевки и закладывать максимально близко к брови молочный или же грунтовочный матовый оттенок в макияже. Она как будто срезает очень комфортно, очень хорошо в этом моменте. То есть, даже, наверное, в какой-то степени скажу, моя любимая вот эта вот Цоева, она все-таки более толстенькая. Вот эта вот Цоева, лак Smokey Shader 234, моя тоже горячо любимая Цоевская кисть. Вот она на срезе более такая пушистая, как можно заметить, чем Mio Brush Moscow в данном случае, в данном вопросе. И поэтому как раз для подобных работ ее срез и ее кончик подходят лично для меня самым лучшим образом. Цоевые у меня бывают такое, когда я подвожу как-то под низом, и у меня иногда вот эта вот сатиновая пудра заходит прямо на область брови, и брови такие немножко как будто в ине становятся. Это немножечко добавляет неопрятности макияжу, в то время как вот с этой кисточкой такого нет. Кисть, конечно, тут прям сама по себе такая толстенькая-толстенькая, черенок ее, но она все равно удобная для работы, очень приятная. Ну да, стоит учитывать то, что если у вас нависание, как у меня, что-то типа похожего, и вы предпочитаете на подвижку наносить не в таком большом количестве сияющий оттенок, то, скорее всего, для подвижки вам она не подойдет. И вопрос, опять же, а многим ли людям нужен вот такой вот срез и нужна ли такой размер для почищения огрехов тушевки? Вот опять же, просто у всех вкусы разные, требования кистям разные. Я скажу, что для меня она не стала какой-то уникальной в коллекции, но приятно иметь дополнительную кисточку, чистую для вот этих вот подбровных, так сказать, работ. Итак, я немного отвлеклась. Опять же, возьму кисть от Mio Brush Moscow. Боже, почему она лезет, я не понимаю. Я все сушу в горизонтальном состоянии. Оно вот обламывается, что-то лезет. Но все равно, за свою цену, очень прикольные кисти. Mio Brush Moscow S10. И буду набивающими движениями постепенно наслаиваю и наносить матовый коричневый оттенок из палетки. Он пылит, но пылит не очень сильно. Если стряхивать, по большому счету, в процессе нанесения макияжа каких-либо прям жестких осыпаний не бывает. Очень приятный аспект, да и вообще как-то... Не сказать, что я влюблена в этот оттенок, хотя бы по тону прям мое-мое. Но он весьма-таки неплох. У меня, конечно, к этой палетке душа легла в других оттенках, но этот очень даже, очень даже неплох. Вот можно заметить, насколько хорошо он ровно ложится, каких-либо там залипаний, без каких-либо там сложностей в растушевке. Но все равно я не могу его, наверное, в когорту самых легких для тушевки определить. Именно вот левой ногой в потемках или же без света, или же при помощи пальцев, там не знаю, когда нет ничего такого. Просто потому, что он такой по самому пигменту весьма-таки активный оттенок. У Анастасии все-таки в старых палетках пигмента чуть-чуть поменьше все же. Но вообще, в целом, для своей жизни, когда я никуда не опаздываю, и у меня есть на макияж там не 6 минут, а минут 15, я с удовольствием буду брать этот оттенок и знать, что особенных проблем у меня с него к фотоцине возникнет. И по итогу будет довольно-таки неплохой добротный матовый каркас. Но тут стоит отдать должное, учитывая тот момент, что он так работает лишь на пудре, на закрепленной базе. И, кстати, как вы заметили, действительно осыпаний никаких под глазами у меня нет. Чудо-чудное какое-то. Не хочется мне опять на подвижном веке повторять птицельницу с хвостуней, потому что уже такой макияж у меня был. Он очень симпатичный получается, как вы уже могли оценить по пролету до этого. Но хочется чего-то нового. И для этих целей я возьму в руки лисичку, дурную лисичку, и, наверное, буду подключать в таком случае сюда к макияжу. Где моя кисточка, кисточка? Вот этот вот оттенок, дуахром. И наносить я его буду в сторону внешнего уголка глаза, вот в то самое место, которое располагается ближе к тушевке, ближе к затемняющему уголку. Вот как-то так. Этот оттенок чудеснейший дуахром, но в данном случае я хочу как-то его немножечко приземлить и увести через птицельвицу как раз таки. Птицельвица тоже дуахром, но он дуахром персикового цвета. У него такая нежно-оранжево-цветовая база и золотисто-розоватый такой красивый перелив. Не буду стряхивать, буду просто набивать немножко оттенок. База, скорее всего, полностью здесь застыла, зафиксировалась. Наносится почему-то суховато. Вот странно, в прошлые разы намного лучше было нанесение с ним, а сейчас какие-то сложности. Он сам по себе монолитный, тонкий, но при этом обладает какой-то яркостью определенной в себе, не прям-таки тусклый. Свечение у него никак из такого мутного пакета, как, например, по моим субъективным взглядам, имела грязище о расколе мира, оттенок, который я не люблю. А вот этот как раз очень красиво блестит. Почему так неровно нанесся? Мне очень это смущает. Я вроде закрепила базу пудрой, а мне что-то как-то нехорошо наложится. Вот здесь уже ровно. Там прям не очень. Как-то жалко. Может расправиться в будущем. Как правило, сияшки, тануки мне не жуют век, они не кукожат и лежат очень даже тонко и ярко. Поэтому я их люблю, поэтому я их ношу. Они обладают своим очень классным функционалом, лично для меня. Переход, между прочим, получился очень симпатичным. Между одним оттенком до другого оттенка. Хотя, мне кажется, красноватого можно было бы добавить. Вот, чудесное сочетание. Чудеснейший просто переход. Прям очень-очень классно. Ну, конечно, здесь начинает прям отчетливо верить лисичкой. Поэтому исправлять ситуацию как-то нужно. И так как я уже пошла мешать грифоны с лисичкой, возьму для нижнего века оттенок профессор Кошечкина и очень тонко нанесу. На нижнее веко этот плотный, насыщенный металлик. Вот здесь уже после металликов и шиммеров начинают идти осыпания. Причем такие хорошенькие осыпания идут. И завершающим элементом макияжа я сделаю салатовый оттенок хвостунья из палетки грифон. Таким образом получается, что несмотря на то, что я сегодня подключила к работе лисичку, добрая часть оттенков будет все-таки в макияже принадлежать заслуге грифона. И наберу на маленькую кисточку от Рублев хвостунью. Кисточка, между прочим, называется DC05 Рублев Бьюти. Пока что мне размеры Рублев очень нравятся. Мне кажется, они прям невероятно крутые. Особенно для внутреннего лакоглаза, вот таких вот точечных работ, когда не хочется заезжать лишнее куда-то там и подтушевывать какие-то мелкие-мелкие детальки на новейшем веке, когда, в принципе, подвижки не так и много. Вот мне кажется, это самое-самое оно. Склоняюсь к тому, что прикуплю еще несколько кистей от этого бренда, съезжу в магазин, посмотрю диаметры и что-нибудь себе еще подберу. Смешаю немножечко на стыке профессора Кошечкину с хвостуньей. Кстати говоря, смешиваясь, в них возникает такая химия. Желтый оттенок на стыке получается. Очень интересная магия. Ой, уберу осыпание от шиммеров на щеки, доделаю весь макияж лицам, прокрашу ресницы и посмотрим, что в итоге получилось. На губах у меня кремовая помада в стике от Beauty Bomb в оттенке карамельный нюд. На щеках у меня румяна от Diodalia, мои самые любимые в оттенке Forbidden Fee кремовая формула. В качестве хайлайтера я решила нанести хайлайтер из бюджетной палетки TF Cosmetics. И в качестве туши у меня сегодня вот такая вот Elite тройной эффект от Rilouis. Да, Rilouis. Моя старая любимая тушь, которую я повторила. И, в принципе, она до сих пор очень даже крутая. Вот какой сегодня макияж с грифоном и с лисичкой у меня сегодня получился. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Палетка «Златогривый царственный грифон» в моем понимании это чистой воды Гриффиндор. Поэтому сегодня я постараюсь смешать, так сказать, подружить в одном макияже два в своем роде как враждующих, так сказать, факультета Хогвартса. И подключу сюда еще и слизарин. Да, так удивительно получилось, что когда я обозревал эту палетку в конце прошлого года, в голову мою почему-то не попала ассоциация со слизарином. На самом деле здесь она напрашивается, ну, максимально очевидно, мне кажется. И как раз, кстати говоря, и эта змеиная палетка выходила под занавес прошлого года. Так что по всей видимости Тами Танука будет какую-то вот такую тенденцию Хогвартса повторять. Гарри Поттер ожил на страницах Тами Танука. Нанесу, пожалуй, базу Urban Decay Anti-Agent на веки. Точнее даже на века, потому что я думаю, скорее всего, макияж будет долгий, сложный. И чтобы не отнимало лишнего хронометража времени, сделаю на камеру, пожалуй, только один глаз, второй буду делать за кадром. Пудру Touch of Nature заложу под бровь и чуть-чуть пониже. На верхнее века при помощи кисточки Миши Ведяева, красный квадратик опять, только это явно не Элмонт, кажется, это Raspberry Mali. Буду наносить вчерашний оттенок и создавать рамочку будущего макияжа. Наверное, будет он у меня на сей раз более драматичным, если так можно сделать. В общем, посмотрим, что получится. И вторым оттенком в этом макияже буду использовать уже тоже Миши Ведяевым. И это как раз-таки Элмонт. Бордовый матовый цвет отсюда. Мне кажется, я его еще даже пока не использовала ни разу. Вот сколько я уже с этой палеткой дружу, что-то как-то ни разу я пока этот цвет не задействовала. Есть подозрение, что может какая-то оказия тут случиться, но надеюсь, что все же, ну, более-менее гладко дело пойдет, потому что не хочется, конечно, лишних пятен и некрасивых переходов. Он очень пигментированный и неплохо растягивается, поэтому мне по факту хватило только два погружения кисти в палетку, чтобы создать полноценное затемнение этому макияжу. Чуть-чуть оттушую к виску, все-таки здесь макияж намечает быть более концентрированным, вечерним. И дублируя затемнение, нанесу на внешний уголок глаза, на подвижное веко, бордовый металлик. Набирается он хорошо. Очень хорошо он сочетается с бордовым из палетки и очень красиво в него втушевывается, практически как родной. На кисточку Mio Brush Moscow S12, она чуть более тонкая, нанесу вот этот вот оттенок ближе к внутреннему уголку глаза, на подвижную область. Какая-то получается версия кустарного кот Криса. Немножечко добавлю бордового на стык. Смешиваются они, конечно, очень интересным образом. Под определенным углом такое чувство, будто какое-то оранжевое начинает пробиваться, как раз между одним и вторым. По нижнему веку хочу пройтись зеленым мультихромом из палетки «Змейка». Немножечко подтушую его при помощи кисточки «Рублев» и это GCS04. И возьму транзитный оттенок из палетки «Грифон», которым закладывала форму на верхнем веке. И завершу весь макияж во внутренний угол, нанеся оттенок «Птица-Львица» при помощи второй моей кисточки от «Рублев», которая чуть-чуть побольше, чем прошлая, и это GC05. Легко подтушую к нижнему и к верхнему. Сюда совершенно точно стоит мне добавить синего и зеленого оттенка на водную линию. И ради этого эксперимента своеобразного я замешаю, пожалуй, темно-синий оттенок «Сайбот» от «Урбан Декей». И зеленый-зеленый возьму от «Эллиан» в оттенке 06 по ушам. Общий макияж дополнила еще темным каялом, и это лайнер «Виртуоз» от «Юен Сабо» в оттенке 601. В качестве туши сегодня у меня в кадре это Sephora Big Body Finition. В качестве румян я решила взять «Северянку» от Asgard Queen. И на губах у меня старая добрая любимая Melted Matte от Too Faced в оттенке Sugar Cookie. Шикарный цвет, где бы найти дюб этой самой помады. И вот какой сегодня макияж у меня с двумя факультетами Хогвартса. А если говорить иначе, и гривая травяная змейка, и златогривый царственный грифон от Амитонука у меня сегодня получился. На другом глазу, когда я повторяла макияж, решила все-таки на стык верхнего века, там где светлый салатовый переходит в бордовый, нанести оттенок горькая роза. Но добавив розу, я буквально на пару граммов улучшила этот самый переход. Особо какой-то вот разницы прям радикальной я здесь не обнаружила, к сожалению. Апдейт этого макияжа, как всегда, в конце этого информационного пласта я приколю. Посмотрим, как продержалась на этой базе. Стоит учитывать, что подвижное веко у меня оставалось неприпудренным. Я припудрила лишь подбровное пространство и чуть-чуть пониже. Самая подвижка у меня была сегодня неприпудренной. И, кстати, вот в кадре у меня сегодня располагает свечка, которая называется Banana Walk Muffin от Bath & Body Works. И она невероятно вкусно пахнет каким-то банановым пирогом. Я бы, наверное, сказала вот что-то, не знаю, какими-то вот конфетами банановыми. Вот что-то вот с бананом связанное, с карамелью и с какой-то выпечкой. И благодаря своей зрительнице, Умка Реки, я решила взять на пробу себе немножечко питерских свечей. И вот в кадре как раз горит у меня банановый хлеб с орехами. И это бренд, который называется Банка Хоум. У них в двух разных форматах выпускают свечки, насколько я поняла. Даже не в двух, а в трех. Есть еще в дереве с деревянным фитилем, который потрескивает при горении. И я решила взять несколько разных ароматов на пробу. Короче, я что хочу сказать, что банановый хлеб с орехами от Банка Хоум и банана Walnut Muffin от Bath & Body Works максимально идентичные ароматы. Поэтому, если вы любите этот аромат у бренда Bath & Body Works, но при этом хотели бы не такую концентрированную отдушку, или же просто хотите эту свечку, но негде достать, можно попробовать Банка Хоум. Я очень рада этому приобретению. И скажу больше, наверное, какую-нибудь следующую распаковку. Через недельку я сделаю касательно новогодних новинок, новогодние интересности, так сказать. И покажу еще три свечки от бренда Банка Хоум, которые я купила на Вайлдборис. Хотя в Питере, в принципе, есть магаз, куда можно сгонять, посмотреть, попробовать все свечи. Но там чуть все-таки подороже, насколько я поняла, стоят свечки. Поэтому я решила заказать таким образом. В целом, впечатление от бренда положительное. Осталось мне заказать те самые атмосферные свечи, где Геральт, где Гарри Поттер. Очень рассчитываю, что получится мне их купить. Так что в следующем ролике, в каком-нибудь новогодней распаковке, постараюсь это все дело замешать все вместе. Когда я сегодня взяла из-за ту палетку и пыталась создать каркас для вот этого грядущего макияжа, поймала себя на том, что все-таки бордовый матовый цвет в этой палетке далеко не самый дружелюбный и, так сказать, хороший, покладистый в плане своих рабочих характеристик бордовый в моей косметической жизни. Но справедливости ради, наверное, пока что на ум из более-менее покладистых бордовых, которые были когда-то у меня в жизни, я могу привести в пример, пожалуй, красный бордовый из Modern Renaissance. По крайней мере, ту версию макияжа, которую я буду делать сейчас, я уже пыталась как-то реализовать у себя в собиралке на канале. И в каркас макияжа заложила бордовый из Ренессанса. И, на мой взгляд, все-таки он лег намного лучше, как раз в области тушевки ближе к брови, чем этот, который сегодня я применила, как раз используя напрямую из палетки. В палетке Грифон есть оттенок, который называется Горькая роза. Горькая роза у меня также есть и в россыпи, поэтому я хочу сравнить на двух глазах, сделать разное нанесение. На один глаз нанести на подвижное веко Горькую розу из россыпи, и на другой глаз хочу нанести Горькую розу из пресса. Наносить буду Горькую розу при помощи плоско-пушистой кисти. Сегодня у меня это Цоева 234. Ну и стоит оговориться, что Горькая роза не самый любимый оттенок из ряда дуохромов, мультихромов нежного типа, из ряда Талютанука. Он, ну как сказать, сам по своему отброску, он очень красивый. На сводчах он безумно привлекателен, но здесь кроется некая такая загвоздка в том плане, что какой многогранный и красивый на сводче, у меня не получается эту всю многогранность раскрыть его в макияже. Скорее всего, вот даже в такой вот тонкий слой, в принципе, можно при дневной съемке увидеть его какую-то дуохромность, мультихромность. Но несмотря на то, что у него такая красивая свекольная цветовая база, и, в принципе, имеет место быть дуохромный перелив из зеленого до синего. В сторону желто-оранжевого раскрыть это получается далеко не всегда. Осыпание пока убирать не буду, так как у меня еще намечаются несколько оттенков сияющие формулы, которые, скорее всего, снегом опадут мне под глаза, поэтому я возьму клей под глиттер от бренда Хандаян, который я уже пробовала и который мне вполне себе понравился, и нанесу его очень-очень тонким слоем на второй свой глаз на подвижное веко. Он очень схож по своим рабочим характеристикам с клеем под глиттер от NYX и держит также тени железобетона. Ну что ж, россыпь, горькие розы и кисточка от Mio Brush Moscow. Сначала буду наносить на подвижное веко, на вот эту область, и уже дальше вбивающими движениями подтушевывать сначала к низу и остатками проходиться ближе к затемняющей рамке макияжа, чтобы не ляпнуть лишнего и не поставить какое-то пятно цветовое, создав очень сильный такой цветовой стык в плане блика. Ну что ж, мне кажется, разница очевидна. Все-таки в банках очень часто там и тонука более искристые текстуры одних и тех же оттенков. Хотя для более, наверное, достоверного такого эксперимента наберу горькую розу из пресса на палец и еще продублирую оттенок вот таким вот образом, чтобы как-то сравнять эту разницу. Но все же да, как ни крути, но горькая роза в россыпи намного более искристая и интересная. Именно в плане вот своей вот дисперсии искристой, потому что в прессе это более монолитный оттенок, и вот эти вот бензиновые какие-то разводы, бензиновые переходы, переливы не особо сильно заметны, к сожалению, в данном случае. Действительно смотрится куда более интересно роза в россыпи. Ну, тут, конечно, хозяин-барин. Я горькую розу не особо люблю, как в прессе, так и в россыпи. Но в рамках палетки Грифон я очень положительно отнеслась, когда узнала, что этот оттенок здесь будет, потому что он очень круто дополняет саму гамму палетки. Очень хорошо в нее вписывается. Осыпаний здесь целая куча. Ну, и раз уж я пошла комбинировать палетки там и тонука, зверье мое, все вместе. Так что следующая палетка, которую я буду подключать в этот макияж, сюрприз-сюрприз, будет, наверное, самая нелюбимая палетка из всей когорты зверей там и тонука. Это будет лавовый василиск. Я хочу взять из василиска вот этот вот фиолетовый, очень плотный, невероятно крутой металлик. И буду проводить его по всему нижнему веку. Мы как-то в унисон сумели эти цвета зазвучать вместе воедино. И, быть может, этот фиолетовый на нижней веке сумел как-то вот раскрыть дуохром горькой розы на верхней веке своим цветовым сочетанием. Потому что иногда соседство бывает в этом плане очень удачным. Нижнюю водную линию совершенно точно придется мне сейчас обозначать фиолетовым карандашом для глаз. Я не буду на этот счет роптать. С удовольствием сделаю этот макияжный шаг. Но во внутреннюю область века на клей под глиттер я хочу нанести один очень красивый оттенок. Так, сначала клей под глиттер. Опять же, в дополнение всей этой гаммы и пытаясь как-то раскрыть немножечко переливы горькой розы, возьму вот такой вот зеленый, очень красивый, насыщенный искристый оттенок в баночке, который называется «Хранящая секрет зеленого пламени». Невероятно красивый искристый цвет, чем-то напоминающий своими искрами полюшка. Только если в полюшка есть салатовые и фиолетовые искры, в этом же оттенке желтые, лимонные и кое-где проскальзывают даже такие бирюзовые. Симпатичный цвет. Я подобные очень-очень люблю в ряду там и танука. Тут частички довольно-таки крупные, поэтому без клея обойтись банально не получится. И заведу немножечко на нижнее веко, совсем чуть-чуть. Тут, конечно, переходов особо интересных не получится, потому что разного рода помол у оттенков, но красивый перелив и возможность раскрыть горькую розу, быть может, у меня сейчас появится. Под отру осыпания на водную линию нанесу, наверное, фиолетовый карандаш в оттенке Viper от Urban Decay. Наверное, им воспользуюсь. Прокрашу ресницы, доделаю все остальное под отру осыпания и посмотрим, какой макияж сегодня у меня получился. Да уж, за счет зеленого оттенка, хранящего секрет зеленого пламени, и за счет фиолетового из василиска макияж стал каким-то, ну вот, невероятно вечерним. Мне кажется, вообще-то подборка в этом ролике будет такая чисто макияж на новогоднюю ночь. Получается что-то типа того. На губах у меня, кстати говоря, новый оттенок NYX Lingerie XXL, и это оттенок 16, Unlaced. Также я его промокнула при помощи салфетки. На щеках у меня румяна от Наташи Денона из двушки Diamond & Glow. Не буду ее открывать, она у меня уже просто вся рассыпается в пух и прах. Тушь, опять же, Sephora Big Body Definition, и в качестве хайлайтера я решила ничего не наносить, потому что и так какой-то перегруженный образ у меня получился. Можно посмотреть чуть детальнее на то, что вышло у меня сегодня. Опять же, да, разница, безусловно, между двумя подвижными веками имеет место быть. И хочу упомянуть, что хоть, в общем, он получился такой цветастый интересный макияж, но все же переход и плавность этого бордового оттенка мне больше нравится у Modern Renaissance. Покажу сейчас в пролете этот макияж чуть более детально, чтобы можно было оценить вообще его в целом. И приколю еще на заднем фоне, следом за ним, сразу же тот макияж, который я делала в рамках своего рода, как, ну, своей личной реконструкции в прошлой собиралке, когда делала каркас при помощи матового из Ренессанса и на подвижку также наносила горькую розу во внутренний угол хвостунью, потому что у меня хвостунья тоже есть в россыпи. Примеряла на себя, так сказать, эту гамму. И вот бордовый все-таки из Ренессанса мне кажется более мягким, более покладистым в плане тушевки, чем этот бордовый из Грифона. Тут он все-таки посуше и менее податливый, менее легкий в плане переходов. Тут нужно постараться немножечко подольше посидеть. В целом мой один и второй макияж, ну, неплохи, но вот именно в плане перехода мне нравится Ренессанс. У меня правый глаз немножечко подтекает, не знаю, с чем это связано. Он у меня начал течь уже со вчерашнего дня, причем это началось с обеда, я как бы не тыкала кистью в глаз и ничего там не попадало, никаких кошачьих волос в глазу не было, тем не менее он у меня подтек, и я смотрю, он и сегодня у меня начинает немножечко подтекать. У меня сейчас предстоит долгая прогулка с детьми, и я думаю, что, скорее всего, правый глаз у меня до чек-ина не доживет в полной своей степени. Предлагаю все-таки оценить общий образ по другому моему глазу, который, скорее всего, у меня уцелеет. Надеюсь, у меня они оба не растекутся под сильным ветром и под снегом сегодня. Редактор субтитров А.Семкин В группе Тами Танука от Юли было несколько вариантов макияжа с палеткой Грифон, и один из которых мне показался довольно-таки интересным. Как раз здесь замешаны у нее теплые оттенки вместе с горькой розой, и есть вероятность того, что если я замешаю таким же образом, получится как-то вытащить бензиновые переливы розы. Хотя на самом деле я не сильно лелею эту надежду, ну а мало ли, мало ли все же получится. И сегодняшней базой в кадре будет база от Art Deco. Формат реконструкции не заброшен мною, я буду к нему еще возвращаться, просто пока что есть другие темы, которые также хочется отснять, поэтому реконструкции давно на канале не было, но я вас уверяю, они будут. Я не поставила на этом точку. Возьму снова кисточку Mio Brush Musco S6. Кажется, я неплохо с ней сработалась в последнее время, и вижу действительно сильные ее плюсы за время, пока я тестирую Грифона. Действительно очень приятная кисточка. Уже как-то другие в руки брать не хочется для вот этих вот подбровных работ, скажем так. Заложу подбровь и чуточку пониже. И я так думаю, скорее всего, может быть и понадобится мне здесь транзитный, может и не понадобится. Но в случае чего сатиновой пудрой можно будет стык тушевки подрихтовать как-то. И в этом макияже Юля закладывает в складку оттенок, который называется Практикантка Кошковедения. Это как раз этот вот матовый цвет, которым я первые макияжи как раз и делала. И она создает прям полную арку при помощи этого оттенка, набивая. Но я так понимаю, что наносит она ее на какую-то липковатую базу, все-таки не до конца зафиксированную, потому что в макияже у Юли оттенок очень плотный и очень темный. Например, когда я его использовала, у меня такой плотности не получалось. Вышла она лишь в том случае, когда я не закрепляла пудрой базу, но тогда и равномерность нанесения стала хромать, потому что оттенок немножечко подзалип. Ну, вы сами первым макияжем могли видеть этот образ, который я в первую очередь пыталась создать. Этот оттенок хорошо все-таки тушуется на зафиксированной базе, а так действительно он может залипать. С другой стороны, он намного более дружелюбный, чем матовый бордовый из этой палетки. Так, мне кажется, этого вполне себе хватит. Я не буду как-то еще более сильно отводить тушевку, но заглубить мне нужно, чтобы концентрация цвета была похожа на ту, которая была у Юли в этом макияже. На все подвижное веко здесь проходит горькая роза. Ее я буду наносить при помощи Mio Brush Moscow S12. Тонкая плоско-пушистая кисть, похожая на Цоеву, но при этом в срезе более такая невесомая. И здесь, наверное, буду набивать без сильных стряхиваний оттенок, потому что, как вы могли судить по прошлому макияжу, оттенок этот в прессе все-таки похуже, чем в россыпи. И тут нужна явная концентрация цвета, чтобы как-то вытащить его интересный блик. Так как есть некий теплый блик в горькой розе, то и с практиканткой матовой смешивается она довольно неплохо. Так, надо здесь на стыке немножечко подтушевать, хотя мне кажется, они и так неплохо друг к дружку вошли. Во внутренний угол глаза и на самое яблочко подвижного века Юля наносит птицельвицу. Многие в группе подмечали тот момент, что на самом деле не стоит на горькую розу какие-то блики еще ставить, потому что она сама по себе такая самодостаточная, нарядная и яркая. Получается, тем самым бликом и наслаиваниями мы в какой-то степени делаем розу менее яркой, менее интересной. Но так как в макияже у Юли этот шаг был сделан, и я так же поступлю. Так, на самое яблочко века нанесу. Ну, скажем так, этот блик заметен будет лишь на фото в приближенном варианте, но особо он погоды в данном макияже не меняет. Какой-то забористости, интересности он ему не дает. А нижнее веко до половины Юля наносит также практикантку, чтобы и задать, видимо, складку макияжа, и анатомию как-то сохранить до половины. Для этих целей я взяла кисточку от Миши Ведяева, которая называется Lime. Я ее очень хочу повторить впрок, потому что она шикарная. Для прорисовки нижнего века прям самое то. И по нижнему веку она проходится оттенком хвастунья, лимонным цветом из палетки, прям по цвету моего свитера сегодня. Очень классный цвет. Я его очень люблю как в прессе, так и в рассыпушке. И он чудесно смотрится вместе с практиканткой и птицельвицей. Мне вообще кажется, что вот эти бордовые, они, конечно, хоть и симпатичные в разрезе этой палетки, но вот прям сердце мое украл именно нижний ряд. Практикантка, птицельвицей и хвастунья. Ну вот что-то типа того получается. Подзачищу немножечко тушевку. Здесь я немного опять переносится, ушла. Прокрашу ресницы, доделаю общий макияж, сделаю серый глаз и посмотрим, что получилось. Матика новогоднего макияжа. Как же здесь опустить тему матовой помады красного цвета или же цвета красного кирпича, как вот у меня в данном случае. И это героиня под названием Strawberry Hill от бренда Too Faced. Что хочется добавить. В кадре туша Big Body Finition от Sephora. В принципе, я ею довольна, но не сказала бы, что она самая такая классная в моей жизни. На щеках у меня румянут Fenty Beauty в оценке Petal Popping. Перетрясая старые закрома, достала хайлайт рот Бека, Rose Quartz и также использовала в этом макияже. Еще одна важная ремарка. Когда я делала второй глаз, я случайно ляпнула кистью в бордовый матовый рефил, поэтому мне пришлось немножечко выровнять, потому что правый глаз у меня получался с чуть более интенсивным затемнением. Но, с другой стороны, пока я тушевала и смешивала эти два цвета вместе, я поняла, что они очень неплохо друг с другом дружат. То есть, если их замешать в язина, получится третий очень хороший оттенок, который также будет весьма-таки дружелюбен в эксплуатации. И вот какой сегодня макияж в рамках реконструкции, там и та нука, у меня сегодня получился с палеткой Gryphon. У меня сегодня опять немножко подтекает правый глаз, но, с другой стороны, знаете, я путем проб и ошибок осознала такой момент, что когда вот такая оказия случается, все-таки носить макияж – это хорошо. Поясню почему. Желание почесать этот самый глаз, который слезится и немножечко чешется, намного меньше, потому что нанесен макияж, и не хочется вообще прям со смазанным глазом ходить. Но когда в этот день не наносишь макияж, конечно же, больше и чаще рука тянется почесать, подергать этот несчастный глаз, что не способствует его быстрому успокоению. Поэтому, в принципе, это вот своего рода как некие плюсы макияжа в данном случае. Но, с другой стороны, да, на протяжении дня приходится регулярно подходить, подправлять макияж на этом стекающем глазу. Но, с другой стороны, методом проб и ошибок я поняла, что таким образом он заживает у меня быстрее, и течь перестает так же быстрее, чем если я не окрашусь в этот момент. Апдейты сегодняшнего макияжа делать не буду, потому что я уже убедилась на своем опыте, что грифон на мне держится неплохо, даже вот когда прям под сильную влажность попадаешь, под снегопад, ничего особо не стекает. Так что просто плавненько перейдем к выводам касательно палетки. Никогда не бывает у Тами Танука чисто гладкого релиза, вот лично для меня, чтобы у меня вот даже малейшего шанса придраться к палетке не возникало. Пожалуй, одной из немногих таких палеток у Тами Танука стала лимитка Берри Калиандров. Но к остальным прочим, так или иначе, вот не то чтобы хочется прикопаться в более детальном таком анализе, осознать, что какие-то прорехи так или иначе в разработке были допущены. Вообще, конечно, дальнейшие мои слова будут, наверное, разбиты об один очень веский довод. Как правило, Тами Танука, выпуская свои палетки, прописывает к каждой из ней, что это просто набор оттенков теней. Это не является обособленной единицей, не является продуманной палеткой теней. Здесь нужны и транзитные, и где-то затемняющие, и где-то высветляющие. Но на самом деле, если присмотреться детальнее, есть в ряду Танука те палетки, которые, в общем-то, сочетают в себе очень хорошую вариативность, иной раз даже транзитные оценки банально бывают не нужны. И глядя на Грифона, складывается именно такое чувство. Но все-таки нашлись в ней как очень сильные стороны для меня, так и ряд неких слабых. Птица-львица. Тонкий дуахром, шикарный цвет, оранжевая цветовая база, золотой классный перелив. Он отлично смотрится как в внутреннем углу глаза, так и на подвижное веко. Прекрасно сушевывается с другими шиммерами, представленными в этой палетке. И никаких нареканий, кроме как излишняя пыльность, у меня к этому оттенку нет. Точно так же особенных нареканий нет у меня и к практикантке кошковедения. Это второй матовый оттенок, более светлый из этой палетки. Есть, конечно, некие нюансы, что тушуется он на более-менее незакрепленной базе хуже, чем на закрепленной при помощи пудры. Но это такие нюансы, которые, в принципе, я могу ему простить. Тут как бы просто нужно знать, как работать, и все, в общем-то, идет очень даже неплохо. Третий оттенок, который является моим любимым из палетки, и это хвастунья. Дуахром. Лимонно-салатовый, очень красивый дуахром. При этом у него очень выраженное, хорошее, такое добротное свечение. Опять же, его можно использовать как полноценным оттенком на подвижку, так и во внутренний угол глаза. Также на нижнее веко он чудеснейше смотрится. У меня есть россыпь этого оттенка, и я рада обзавестись еще и прессовкой. Он отличный. И если его сравнивать, например, с прошлыми оттенками, например, с цветом Трикстер из Лисички, или же, например, с оттенком Кислинка из Ачих Хороводов, то он, мне кажется, все-таки выигрывает на фоне этих двоих. У тех, конечно, тоже свои изюминки есть за пазухой, но вот хвастунья, конечно, невероятно крутой. Мне он очень-очень нравится. И за свои многофункциональности, и за своего изысканного такого, но в меру яркого и интересного потона и перелива. Далее идет красивый, роскошный, бархатный, бордовый металлик. Красивый цвет, мне кажется, в этом ролике его было недостаточно много, но с другой стороны он хорошо вписывается в гаму макияжа, так как втушевывать через него горькую розу в бордовый матовый становится проще. А с другой стороны, в принципе, особой нужды в нем в этом контексте и нет, потому что горькая роза обладает своей бордово-свекольной базой и сама по себе хорошо втушевывается в бордовый матовый. Так что в какой-то степени вроде как он и неплох, он сюда хорошо вписывается, но именно как практичная польза в плане расширения вариативности и функционала этого оттенка здесь я, наверное, не особо для себя вижу. Потому как если использовать бордовый матовый в складку и наносить этот металлик на все подвижное веко, получатся некие такие монолитные бархатные смоки и, ну, не знаю, слишком уж они будут, наверное, монолитные в своем бордовом переливе, поэтому вот в этом аспекте, наверное, также для меня функционала все же меньше. Бордовый матовый оттенок предпоследний из палетки мне не понравился тем, что на некоторых базах он способен залипать и ложиться не так ровно и хорошо. Я его сравнивала с бордовым из Ренессанса, которым пыталась сделать некую своего рода реконструкцию, повторить макияж с грифоном, когда у меня еще грифона на руках не было. И все-таки здесь более сухой матовый оттенок. Он не настолько сухой, например, как бордовый из жабы, но все равно он хоть и насыщенный, но вот своей сухостью немножечко делает нанесение макияжа не таким легким, как можно было бы в данном случае, так как бордовые все же они не самые сложные и в разработке, и в тушевке оттенки, но здесь, наверное, не самый лучший, но и не самый худший, наверное, оттенок бордового в моей коллекции, просто, имея Ренессанс, моя рука к этому бордовому тянуться явно не станет. И звезда палетки, оттенок горькая роза, некий такой дуохром, мультихром, который вытащить просто невозможно, вот лично, как по мне. Я когда-то летом, кажется, снимала обзор на фиолетовые свои тонуки, кто не смотрел, может это кино заценить здесь, и это был, наверное, второй или третий макияж с розой, где более-менее сумела вытащить из розы ее этот мультихромный перелив. В целом, для меня это не самый интересный, не самый лучший, не самый легкий в эксплуатации оттенок, потому как, даже если кажется, что под него нанеси только бордовую подложку и все переливы раскроются, на самом деле не совсем это так работает. Может быть, это чисто у меня так с ним отношения складываются, но с другой стороны, если изрядно прошерстить все просторы интернета, можно напороться на большое количество противоречивых отзывов касательно оттенка горькая роза. Кто-то ее любит, кто-то ее просто ненавидит. Также меня еще расстроил момент, что горькая роза в прессе потеряла свою невероятную искристость многогранную, которая немножечко вытягивала какие-то дуохромные переливы из этого цвета. В предпоследнем макияже из этого ролика вы воочию могли убедиться в том, как он выглядит в россыпи на веке и как он ложится на веко, будучи набранным из пресса, даже при помощи набивочной техники с использованием пальца на подвижку. Меня это немножко расстроило, потому что он сам по себе для меня был не ахти, а в прессе так он еще больше потерял для меня, но, опять же, это чисто вкусовщина и это лично мое впечатление от палетки. Я знаю, что есть люди и их немало, кому горький рост запала в сердце и кто ее использует даже соло, но, увы, я к таким людям не отношусь. Я люблю дуохромы по типу химеры у Тами Танука, совенок, матушка Бобриха, вот такие вот дуохромы я больше все-таки люблю. Палетка хороша в своей вариативности, в своей функциональности, все-таки до пятерки не дотягивает чисто субъективный параметр, который норовит поставить четверку с плюсом, четверку с минусом. Нижний ряд мне очень в ней нравится, я люблю пользоваться нижним рядом из этой палетки и верхний ряд для меня такой, ну, красиво, но, наверное, не самое интересное, что есть. Очень люблю такие цветовые гаммы, такие цветовые решения, но здесь за счет того, что роза потеряла свои искристости и то, что вот эти вот два бордовых оттенка максимально схожи друг с другом, наверное, это как раз и не делает палетку одной из любимых у меня. И даже если с Лисой я тоже поругивалась на какие-то ее аспекты, я вообще люблю иногда пожурить Тануку, все равно сердце мое прям легло к этой палетке и я понимаю, что я буду ей пользоваться, потому что мне с ней легко, мне с ней хорошо, никаких проблем особенных у меня с ней нет, в принципе, и с Триксером я в рамках этой палетки сумела подружиться, а вот здесь уже, к сожалению, все-таки не так все однозначно, есть некоторые нюансы, которые меня, как пользователя, как обычного пользователя, любителя косметики, немножечко все же отпугивают, хотя гамма просто моя-моя прям гамма, особенно учитывая то, что бордовые и красные круто раскрывают зелень моих глаз, но все-таки Лиса мне как-то по характеру больше и ближе. Спасибо за то, что провели это время со мной, надеюсь, сумела вас немножко развлечь или же в некоторых нюансах стать немножечко информативной и наглядной. К сожалению, палетки Грифон в наступающем году там и Танука не планируют сделать, но чем не шутит Танука. Всякое у них бывает. Бывает, они немножко ошибаются иногда, поэтому будем надеяться, что и касательно Грифона, и его повторного рестока, они также ошиблись. С вами была Саша, увидимся мы с вами через три дня, на четвертый, как всегда. Всем самого-самого хорошего, теплого, уютного и доброго. И до скорых встреч, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова